На помосте молодежь. Первенство области по гиревому спорту недавно завершилось в Оренбурге. Участниками соревнований стали более ста спортсменов из городов и районов региона. Среди них были начинающие гиревики и те, кто уже не раз заявлял о себе на подобных турнирах. Подробности в нашем видеоматериале. Юноши, старшие юноши и юниоры. В этих категориях ежегодно проходят соревнования первенства области по гиревому спорту. В последнее время местом проведения турнира выступает физкультурно-оздоровительный зал Оренбургского госуниверситета. В этот раз здесь собрались около 120 участников со всего региона. Интересно, что все чаще на подобных традиционно-мужских соревнованиях можно встретить девушек. Неоднократный призер и победитель первенства области Нина Яшникова из Сорочинского района. Парни некоторые все говорят, что молодец, там все такое, что на соревнованиях езди со школы, то, что у меня все портфолиумы заняты, у нас есть общие кубки в школе, у нас тренер сделал стенд такой. Так ничего, но парень мой говорит, что сегодня последний день ты занимаешься. Гиревики Сорочинского района сегодня в числе лидеров. В прошлом году они успешно защищали часть области на всероссийских сельских играх в Елабуге. Уверен, развивается этот силовой вид спорта в Сорокташе. Однако потеснить лидера Оренбургский район пока не удалось никому. Между тем, составить конкуренцию на первенстве области наряду с постоянными участниками пытаются и так называемые новички – темные лошадки. Много лет не выступал в Сурлецке в областных соревнованиях. Сегодня они привезли 15 участников. Но пока это спортсмены не очень высокой квалификации, но тем не менее сейчас там работают тренеры и вид спорта возрождается. В свое время в Сурлецке работала детская юношеская спортивная школа «Гирево-Восток». Задача турнира – просмотр резерва и подготовка к всероссийским соревнованиям. Поэтому участниками первенства области стали не только начинающие гиревики, но и призеры крупных состязаний. Спортсмены в возрасте до 22 лет на помосте боролись до последнего, причем не столько с соперниками, сколько сами с собой. Такой настойчивости не занимать Никите Арестову из Сорочинского района. Начал вообще в 7 лет ходить, ну вообще на подготовку. А потом в лет 10, ну сам пришел, далее мне гири, я начал заниматься. Ну попробовал, так мне в руке понравилось. Занимается Никита для того, чтобы быть сильным. Для парня это уже третье соревнование. Казалось бы, чему удивляться, а он есть чему. Хотя бы возраст у юноши всего 12 лет. Тут по старшим 16 лет на 4 года старшие его соперники. Вот, ну, как сказать. Ну я думаю, он выиграет, потому что он как бы тренируется нормально. Он оправдал ожидания тренера и весовой категории 51 килограмм ушел с помоста последним. С результатом 112 подъемов в толчке. Никита побил свой собственный рекорд и обошел более старших соперников. Я делаю так же, чтобы я был на уровне их. Я и подготавливаюсь достичь. Мастер спорта хочу. По возрасту, к сожалению, мы его не можем задействовать в составе сборной команды. Он молод. А Федерация, Всероссийская Федерация жесткие ограничения наложила. То есть моложе выступать нельзя. Только по своему году. Поэтому через годик мы его рассчитываем увидеть в составе сборной команды области. По итогам областных состязаний по гиревому спорту будет сформирована команда, которой предстоит защищать честь региона на первенстве России. Соревнования пройдут в городе Волжске в конце февраля.